В студии Татьяна Голубева. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите выпуски. В самом разгаре. Единственное, что меня вопрос смущает. Что смущает крестьяна и как идет посевная в крае. Ищет полиция. Мы переходим пешеходный переход. Автономили, остановились. Две полосы остановились. В Барнауле разыскивают преступника, сбившего пешехода. Никогда никому не рассказывать о бойцовском клубе. Артисты молодежного театра нарушили правила. Все равно ты частичку из себя вносишь. Но без этого, наверное, никак. Заглядываем за кулисы. Государственная поддержка агропромышленного комплекса края в 2019 году уже составила 2,5 миллиарда рублей. Аграрии задействуют бюджет в полной мере. Закуплена новая техника. Засеяно больше половины полей. И вроде все хорошо, но, как всегда, в сельском хозяйстве есть и причины для опасений. Вместе с чиновниками и крестьянами в полях побывал и наш корреспондент Андрей Дреер. Об успехах и рисках в следующем сюжете. Миллиарды из госбюджета и сотни миллионов из краевой казны. Власти помогают аграриям по многим пунктам. Поддерживают и молодые семьи, и начинающих фермеров. На молоко 3 миллиона 156 тысяч получили. На несвязанная поддержка 1 миллион 800. Ну и санаторно-курортные путевки у нас там 17 человек отдыхать будет. Ну и еще где-то полмиллиона. Чуть побольше. Чуть больше в свой бизнес вкладывают сами предприниматели. Например, отец и сын Переверзи. Вот они проверяют посевы свеклы вместе с председателем ЗАГС Собрания Александром Романенко. Эта семья агрария вкупила своему кооперативу Бурановский новую машину для опрыскивания посевов инсектицидами и удобрениями. Это лишь малая доля вложений. Я работаю 7 лет председателем в этом хозяйстве. Вот за 7 лет вложено более, вот только в покупку техники, в строительство, более 200 миллионов. Тем не менее, чиновники при любом удобном случае стараются подчеркнуть значимость госфинансирования для аграрной сферы. Вот и начало сезона вышло удачным, потому что... Вовремя была представлена государственная поддержка для проведения весенних полевых работ, где возможно было закупить и ГСМ, и запасные части, и семена, и удобрения, и средства защиты, соответственно, и технику приобрести. Аграрии благодарны, конечно, но назвать условия субсидий безупречными не могут. Мешают нестыковке закона и реальных условий. И зависит все часто даже не от людей, а от местного климата. Единственное, что меня вопрос смущает, да, вот есть вот там при расчетах субсидий рекомендованные нормы высева. Вот, допустим, ячмень, там не менее, не менее 180 килограмм надо высевать. А есть вот сорта, допустим, шестирядные, которые надо по норме высевать, в наших условиях 130 килограмм. Все правильно. Все правильно. И все же завершающиеся весенние полевые работы признают удачными. Посадка сахарной свеклы и гороха почти закончена. Другие культуры посеяли уже больше, чем наполовину. Проблема только одна. Ну, за май месяц ни одного, вот 2 миллиметра, 2,4 миллиметра выпала сашка в этом году. И в апреле всего-навсего 27 миллиметров. Сухая земля, недостаток влаги пока еще не критичны, но напряжение среди специалистов заметно. Говорят, в ближайшее время необходимы очень хорошие дожди. Правда, такие субсидии можно попросить пока только в одном министерстве. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. В колонии поселения лишение права управлять автомобилем сроком на год и 10 месяцев. Такое наказание получил пьяный водитель Егор Акулов. Двое пострадавших прошли долгую реабилитацию и требовали более жестокого приговора. Напомним, авария произошла в Барнауле 14 января на перекрестке улиц Кулагина и Калинина. Со скоростью 100 км в час пьяный водитель на Тойоте совершил рискованные маневры и перестроение. В один из моментов он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, врезался в автомобиль, в котором ехала семейная пара. Мужчина получил многочисленные переломы, женщина перенесла разрыв легкого и удаление селезенки. Получается, я считаю себя неполноценным человеком, у меня удалили орган. Я физически ограничена общением с ребенком, то есть воспитанием ребенка. Он изменил полностью нашу жизнь, нарушил, отнял здоровье. Каких-то искренних, к сожалению, раскалений не было, то ощущение, что он сбил собаку на дороге. Безусловно, пострадавшие ожидали более сурового приговора, как и родственники молодой женщины и двух детей, погибших под колесами БМВ пьяного Александра Руденко. Они оспаривают решение суда в высших инстанциях. В Барнауле тем временем разыскивают виновника аварии, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. ДТП произошло 20 мая на пересечении улиц Малахова Антона Петрова. Полицейские уже выходили на след, но подозреваемому удалось сбежать. Ну, переходил пешеходный переход, автомобили остановились, две полосы остановились, а третья ударила. По рассказам очевидцев, удалось восстановить картину случившегося. Романа сбил грузовой автомобиль, Фиат Дуката, водитель скрылся. Ну, мужчина переходил на пешеходный переход, его снес с газелистом, он его остановил, как остановился, бил, не сбил и уехал. С места происшествия, и все, ничего, даже не остановился, спросил, и скорую не вызвал, ничего, блин. Мы прибежали, вызвали скорую полицию, сейчас должна подъехать скорая к ним. Сотрудники полиции объявили розыск, владельца и водителя автомобиля сразу установили. Выяснилось, за рулем был житель Барнаула, 34-летний Алексей Хохлов, а машина оказалась служебной. Почему служебный автомобиль находился в это время на улицах города? И был ли трезв, водитель не установлено. Уголовное дело еще не возбуждено, виновник ДТП до сих пор в розыске, пострадавший госпитализирован. Если кто-то владеет информацией о местонахождении Хохлова Алексея Юрьевича, просьба сообщить по телефону 393-555, либо в редакцию новостей. Андрей Дреер, Антон Васильев, День с толком. Не только в жизни, но и на сцене Барнаульцев приглашают в бойцовский клуб. В молодежном театре работают над спектаклем по произведению Чака Паланника. Нашу съемочную группу убедили, что артистов во время постановки калечить не будут, но драки покажут. С подробностями Дарья Эдемиллер. Вот первое правило бойцовского клуба. Второе отличается не сильно. Никогда никому не рассказывать о бойцовском клубе. Но сегодня эти постулаты нарушат. В молодежном театре Алтая нам расскажут о новой постановке по одноименному произведению Чака Паланника. В схватке участвуют только двое и не более одного поединка за раз. Это третье и четвертое правила бойцовского клуба. Но мы видим, что на сцене человек сейчас гораздо больше. Всего в спектакль задействовано 14 артистов и репетировать они начали полтора месяца назад. Я играю Тайлера Дёрдена, близка, да любая роль близка, наверное. Когда ставится спектакль, когда берется произведение, все равно ты частичку из себя вносишь. Ну без этого, наверное, никак. Цветы! Был я! Телевизор! Был я! Это я взорвался. У нас сейчас прослеживаются по ходу спектакля точки, какие-то станции, где мы можем зацепиться друг за друга. Ну и ты же понимаешь, о чем идет в принципе речь, что это мое альтер-эго, это второй я, и с ним нужно взаимодействовать, как будто ты разговариваешь сам с собой. Вот. В этих точках, на станциях, ты пытаешься сделать как можно больше, но чисто по-актерски. Бойцы сражаются без обуви и голые по пояс, и поединок продолжается столько, сколько потребуется. Спросим у режиссера постановки Максима Соколова, чего зрителям ждать от спектакля. Это будет экранизация так называемой книги? Это никакой не экранизация книги, это же все-таки театр, это отдельное произведение. Потому что, если делать бойцовский клуб вообще по правде, пусть они дерутся по-настоящему. Ну, я так думаю. Да? Просто мы можем не досчитаться зубов после первого показа, а после второго еще не досчитаться зубов. Ну, логично же, потому что я знаю, делают спектакли бойцовский клуб, и там стенд-бой. Мне он не нравится. И это вообще жизнь тела, вот, она важна в этом спектакле. Если противник потерял сознание или говорит «хватит», то бой должен быть закончен. Это седьмое правило. Восьмое же гласит, что новичок просто обязан принять бой. И эти постулаты относятся уже к зрителям. Их, кстати, ждут на поединок уже 30 мая. Дарья Гемиллер, Александр Антропов. День с толком. Спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. А вот какой она будет, узнаете через несколько секунд. У меня к этому часу все новости. До встречи в вечернем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин